Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Пять предприятий по обработке отходов построят в Кировской области в следующем году. Один из них в Слободском районе. Крупное предприятие по сортировке отходов с участком компостирования органики. Еще четыре мусоросортировочных станции в Яранском, Лузском, Вятскополянском и Шабалинском районах. Причем в Яранске и Вятских Полянах объекты сортировки создаются вместе с полигонами. По всем объектам уже заключены контракты на проектирование. Земельные участки под строительство определены и поставлены на кадастровый учет. Сейчас проводятся инженерные изыскания. Завершить проектирование планируют к апрелю следующего года. После чего начнут строительно-монтажные работы. Всего, как рассказал министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, до 2030 года в регионе построят восемь объектов обработки мусором. Миллиард рублей вложат в преображение десяти загородных лагерей в Кировской области. В список попали десять учреждений. Вишкель, Волна, Луч, Орленок, Березка, Строитель, Мир, Живая Вода, Сосновый Бор и Колокольчик. Планируется, что эти загородные лагеря приведут в порядок до 2027 года. Для этого правительство включило их в пятилетнюю программу строительства. Там же обозначена сумма ремонта. Кроме того, в программу включили строительство еще одного детского сада в Кирове. Дошкольное учреждение может появиться на улице по Трепо-Кооперации 42 уже в следующем году. Также в программе фигурируют еще две школы. В Слободе Курочкины на 1100 мест и в Знаке на 1500 мест. Строительство запланировано на 2024 и 2025 годы. В эфире «Экономика». Предприятия-должники в Кирове вернули в бюджет 26 миллионов. На заседании Межведомственной комиссии по мобилизации доходов рассмотрели 19 дел предприятий и предпринимателей, которые задолжали по платежам. О результатах рассказали в городском департаменте финансов. Пять субъектов полностью погасили задолженность, еще два частично. Остальных должников взяли на контроль. В результате сумма привлеченных денег составила более 26 миллионов рублей. Это почти 40% от общего долга. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.